перед тем как мы начнем друзья разрешите вам порекомендовать такой видеокурс романа соляхуддинова эффективная работа а в компас 3d как вы видите здесь более 67 пошаговых уроков 6 модулей более 16 часов обучения роман соляхуддинов сертифицированный специалист компас 3d и выпустив данный курс он помогает людям обучиться именно эффективной работе в данной программе этот видеокурс состоит как я уже говорил из 6 модулей которые поэтапно позволят вам обучиться и владеть совершенстве данной программы с помощью нее вы сможете выполнять отличные чертежи споры заработать разработкой чертежей а также просто для себя научиться создавать отличные 3d модели переходите смотрите ссылочку оставлю в описании если понравится заказывайте а мы продолжаем рад приветствовать тебя друг ты на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня тема нашего очередного видео урока будет называться достоинства недостатки зубчатых передач да именно зубчатые передачи мы рассмотрим какие существуют основные достоинства данных передач и какие безусловно есть недостатки а перед тем как мы начнем попрошу тебя подписаться на мой телеграм-канал сообщества инженеров и группу вконтакте веселый инженер кстати в группе ты сможешь обратиться за консультацией лично ко мне все ссылочки будут в описании к видео а мы начинаем и так если все-таки данную тему ты открыл да то есть заинтересовался значит ты какое-то понятие уже имеешь что существует шестерни шестерни есть абсолютно разные есть конические там цилиндрические с различным зубом круговым шевронные много есть различных шестерен которые в итоге объединяются в передаче которые называются зубчатые передачи перед позволяют передавать момент вращения изменять направление вращения то есть много много механизмов по всему миру используют зубчатые передачи есть конечно такие основные передачи которые допустим цилиндрические прямозубые косозубые шевронные планетарные конические зубчатые передачи винтовые червячные и передача шестерня рейка то есть получается что разновидностей много потому что они изобретались в зависимости от потребности в определенный момент и в определенном механизме но у этих всех шестерен есть как достоинства так и недостатки поэтому сегодня на весах таких вот красивых советских достоинства недостатки зубчатых шестерен и так для начала достоинства достоинства зубчатых шестерен вот такой красивый механизм это высокая надежность работы в широком диапазоне нагрузок и скоростей да именно скажу так что шестерни действительно имеют высокую надежность потому что если она изготовлена правильно на со всеми размерами с хорошей термообработкой то ваш механизм никогда вас не подведет уж будьте уверены малые габариты до позволяют достаточно небольшие габариты то есть передать такие хорошие вращающие мощные моменты при этом сами шестерни будут относительно малы большой ресурс работы ну ресурс работы шестерен он идет не в годах там допустим не в годах не в часах да не в минутах и не секундах а в циклах да то есть получается что считается что шестерни когда совершает полный свой оборот это один цикл то есть передача провернулась это один цикл и допустим таких циклов может быть сто тысяч миллион и так далее достаточно большой ресурс это опять же при том что шестерни изготовлена со всеми требованиями чертежа то есть по геометрическим параметрам и по термообработке высокий кпд до 0 97 0 98 ну кпд вы знаете это коэффициент полезного действия действительно до потерь практически никаких хорошо передается вращение очень высоких кпд но к примеру если взять фрикционная передача кто-то насколько я помню открытая фрикционная передача то там 0 68 что-то 08 закрытая там 0809 да то есть принципе шестеренчатые такие зубчатые передачи имеют самый высокий коэффициент полезного действия и так сравнительно малые нагрузки на валы и подшипники то есть видите шестерни крепятся да и они не имеют так сказать таких вот сильных радиальных именно нагрузок что позволяет сэкономить не делать массивные валы а делает такие из расчета относительно небольших диаметров что собственно говоря позволяет также экономить и финансовые средства вашей организации или вас самих если вы занимаетесь частным бизнесом постоянство передаточного числа ну да тут ничего не скажешь если передаточное число есть с определенным количеством зубьев от одной шестерни к другой то она неизменно на всей во время всей так сказать жизнедеятельности данных пар шестерен простота обслуживания обслуживания практически никакого обслуживания не нуждается шестерни то есть вы ее поставили единственное требование конечно хорошо когда шестеренки работают в масляной среде допустим как некоторых редукторах мостах то есть шестерни работают полностью так сказать в масляной ванне что позволяет значительно увеличить их ресурс работы также существует примеру гипоидные шестерни они работают в гипоидном масле который создает определенную пленку уменьшая тем самым трение увеличивая ресурс работы самих шестерен а мы едем дальше и так все это хорошо много из достоинств но есть собственно говоря и недостатки зубчатых передач или недостатки шестерен да то есть ну в принципе передач скорее они сами шестерен вот так могут произойти так вот такие шестерен очки могут оказаться на свалке потому потому что высокие требования к точности изготовления и монтажа действительно шестерни обычно и сейчас наверно большинстве случаев проходят операцию зуба шлифования то есть шлифуется профиль зуба и точность уже получается где-то ну 6 7 степень точности то есть достаточно точные шестерни микроны там бы сотые доли микроны всех параметров таких как биение зубчатого венца накопленная погрешность окружного шага и так далее то есть требования высокие соответственно требуется хорошие точно технологическое оборудование для их производства что не может не потянуть за собой хороший так сказать больших финансовых затрат и это недостаток шум при больших скоростях обусловлены неточностями изготовления профиля и шага зубьев действительно 6 она если есть отклонения и даже если их не туда издает шум примеру если взять фрикционная передача не работают более тихо да если взять временную передачу на работает практически бесшумно но шестеренки вот так как происходит постоянное вход зацепление и выхода зацепления зубьев шестерен то какой-то микро удар всегда имеет место быть и поэтому этот микроудар он приводит к шуму образованию и когда скорость увеличивается то есть соответственно растет шум пытались конечно вот почему появлялись косозубые 6 или почему круговой зуб да то есть максимально профиль подгоняется максимально все делается пятна контакта ведется работа большая но полностью убрать шум ну практически невозможно это если брать шестеренки то порядка 60 децибел в среднем берем 70 даже децибел до шестеренка издает шум и не дай бог какой-то есть отклонение от точности то этот шум может возрасти многократно высокая жесткость не дающая возможность компенсировать динамические нагрузки что часто приводит к разрушению передачи или элементов конструкции о чем тут речь вот смотрите если у вас есть временная передача да и вращается она в какой-то момент происходит резкая нагрузка то есть резкий допустим какой-то рывок да какой-то из двух шестерен то как фрикционная передача временная она может проскользнуть то есть компенсировать вот этот рывок и продолжить работать дальше у 6 не такой возможности нет если происходит какой-то допустим подклинивали где-то что-то сразу же происходит разрушение зубчатого венца а следовательно и разрушение всей конструкции и механизма в целом что конечно безусловно является тоже недостатком а на этом у меня все друзья смотрите мои видео подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки делитесь видео с друзьями пока пока